Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале на котором каждый день вы найдете свежие обзоры на все, что появляется в нашей игре. И в этом видео мы с вами обсудим WZ-111.5A, который выставили на продажу, и я выскажу свое скромное мнение по поводу годности данной машины на 10 уровне, ну и соответственно выкатим данную машину из ангара. Сразу хотелось бы обозначить, я не статист и не киберспортсмен, поэтому возможно ваше мнение отличается от моего, и если оно отличается, то пишите пожалуйста об этом в комментариях, а уж тем более пишите в комментариях, если вы со мной согласны в отношении мнения по данной машине. Я бы сказал, что предложение по сумме, которую просят за данную тачку, оно не сильно совпадает с игровыми возможностями данной машины, и в целом есть достойные альтернативы на 10 уровне среди коллекционок. За набор вы заплатите 22 500, в этом наборе вы получите легендарный внешний вид, который на сегодняшний день смотрится, ну я бы сказал, очень простенько. Сейчас в моде и более популярны какие-то внешние виды, которые имеют в себе дополнительные обвесы, как-то получше прорисованы, ну а здесь старческий внешний вид, которому я даже не знаю сколько приблизительно лет, и могли бы придумать что-нибудь новенькое для того, чтобы игроков немножко заинтересовать. В отношении открытого всего оборудования, в районе 3,5 миллионов серебром вы сэкономите точно, ну и в целом экономия да, окей, неплохая. X5 в количестве целых 50 штук на WZ-ху, и в целом поднять свой элитный опыт вы сможете довольно добротно, но исходя из просто количества X5 на данную машину, а не исходя из того, что эта машина действительно очень круто фармит опыт. В отношении контейнеров, их всего 2, и если хотите посмотреть открытие 50, нет, обманул, 45, простите, контейнеров, плохая компания, перейдите по ссылочке, которая есть в описании, такой видосик я уже выкладывал. Второй вариант приобретения данной машины это 20 тысяч золота за, можно сказать, голую тачку, но с открытым всем оборудованием, то есть всего лишь экономия серебра, которая можно нафармить, играя на каких-нибудь премиумных и коллекционных машинах, ну и соответственно 20 тысяч за эту машину, мне кажется, дороговато. Я бы сказал, что объективно нормальная цена за вот такой вот типа наборчик, это где-то 1016-16,5 как максимум. И то, если у вас собраны, ну, я бы сказал, другие тяжелые танки 10 уровня, допустим, хорошей альтернативой по играбельности я бы назвал на сегодняшний день Супер Коня. Играется довольно неплохо, обладает броней, хорошее точное орудие с неплохой альфой, ну и уж тем более ВК-90-01П. Да, заднее расположение башни, но при этом всем обладает крутой броней и великолепной живучестью. Ну а в отношении ВЗХ, здесь по броне, я бы сказал, все довольно-таки прозаично. Практически ничего нет, как вы видите, брони в корпусе нет, от слова совсем, для тяжелого танка. В отношении башни, окей, вопросов нет, башня неплохо забронирована, хорошие углы приведенной брони, есть ком башни, но они тоже брони обладают. И в целом, если против легких средних танков, то могут даже давать непробитие. По корпусу все очень грустно, нижний бронелист имеет приведенку в 220 мм, который вполне спокойно пробивается. По верхним бронелистам, которые имеют вот такой вот щучий нос по форме, здесь тоже брони нет, даже в прямой проекции, когда вы смотрите на углы приведенки. Ну, пускай там 230, может 240 где-то найдете. Если вы поворачиваетесь как-нибудь вот так вот ромбом, для того, чтобы типа поромбовать, то от бортов корпуса непробития будут. Но кому они интересны, если вот здесь вот просто сияет серая зона, которую пробить сможет кто угодно. 210 мм приведенки как максимум. Ну, окей, хорошо, 212 вот здесь на углу. Поэтому сказать, что данная машина является живучей, и на этой машине вы долго продержитесь в боях, если будете находиться на первой линии, и не будете прятать свой корпус, играя где-то исключительно от башни за какой-нибудь неровностью или за каким-то укрытием. Но я бы не сказал, что будут результативны ваши действия на первой линии. В отношении технических характеристик. По подвижности машину заценим обязательно в бою, но скажу сразу. Это просто обычный тяжелый танк, который просто передвигается по карте. 45 км вперед и отход машины назад, с учетом слабой брони в лобовой части корпуса, я бы сказал, 15 это маловато. В отношении орудия. Здесь, ребят, в принципе, все приемлемо, все приятно. Целых 260 мм пробития, что я лично считаю хорошим показателем. Есть кумулятивы на 303 мм, но больше используют будете явно обычные бронебойные. Кумулятивы будете использовать крайне редко, и в основном это не дает каких-то позитивных результатов. Также стоит отметить, что на базовом снаряде вы наносите 440 единиц урона, что тоже, кстати, довольно неплохо со временем перезарядки в 9 с копейками секунд. При этом все накидывая 440, окей, нормально, но если будете использовать голдовые снаряды, то уровень вашего урона сразу падает на целых 60 единиц. Составляет в среднем 380. Поэтому именно исходя из вот этого вот показателя, использовать кумулятивные в виде голдовых вы будете очень редко и не сильно будете хотеть это делать. В отношении угла склонения орудия вниз в свое время машина меня удивила. Минус 7, но играется вполне себе комфортно. Поэтому говорить о том, что это дискомфортная машина при игре от неровности и от башни, я сказать не могу. По времени сведения в оборудовании 2 слота посвящено улучшению данного показателя и получаем 3,3 секунды. Все классно, все нормально и при этом всем разброс, как для тяжелого танка 10 уровня, в 0,350 округляя, тоже цифра неплохая. В отношении ДПМа он сложно реализуем, если вы опять-таки не будете играть осторожно. Кстати, ребят, если вдруг вы хотите вообще не пропускать ничего, что происходит в нашей игре, подписывайтесь на оба моих канала и таким образом будете получать 6 уведомлений о выходе новых видео, а я порой снимаю больше 3 видосов. Ну а для этого необходимо прожать на колокольчик и выбрать все уведомления с канала. Ну что, друзья, теперь берем машину и поехали покатаемся в первой попавшейся катке. Ну что, друзья, давайте будем начинать. Я поеду поддержу наших ребят тяжелых. Единственное что, необходимо найти какое-то такое место, где я не буду особо отсвечивать своим корпусом и найду какое-нибудь укрытие, за которое я буду периодически прятаться. Где еще один тяж? Че, уехал что ли? А, он поехал, он поехал по ПТ-шить. Хотя, в принципе, с его броней лучше бы он поехал вместе с нами. Было бы, по-моему, гораздо больше толку. В общем, данная машина на меня лично особого какого-то впечатления не производит. Это просто тяжелый танк без каких-то фишек. Ничем, в принципе, на сегодняшний день на 10 уровне не интересен. Ну и, откровенно говоря, я его покупал в свое время только потому, что скупил все другие десятки тяжелые. И, в целом, его мне не хватало чисто в коллекцию просто для того, чтобы поставить галочку, что и он тоже у меня присутствует. По броне, как видите, пробивают меня абсолютно спокойно. В ответ наношу 400 с копейками единиц урона. По сотке и то, потому что по нижнему бронелисту. Но, в принципе, это судьба сотки получать по нижнему бронелисту. Поэтому не удивляемся. За это время я получил уже две тычки благополучно. Ну и, соответственно, пора мне давать на пятку, сваливать отсюда. И 45 км в час движения вперед для этого, в принципе, достаточно. По маневренности обычный тяжелый танк, опять-таки, вполне нормально входит в повороты. Вполне нормально можно объехать какое-нибудь здание. По времени перезарядки все действительно очень комфортно, очень приятно. Ну и сейчас моя основная задача догнать Минотавра. И все, догнали его без меня. По стрельбе без сведения. Вот здесь твердая пятерочка из пяти возможных. Хотите твердая десятка из десяти баллов. Даже без полного сведения можно рассчитывать на попадание по своему сопернику. Это действительно радует. В целом, на десятом уровне есть неплохая альтернатива данной машине. Причем платить за нее голдой вам не придется. Я говорю про ВЗ-113. Все, меня добрали, но добрали в корму, потому что заехали двое. И, понятное дело, меня разобрали. Неплохая альтернатива ВЗ-113, которую вы можете просто прокачать. Там и броня получше, а орудия очень похожи по игре на ВЗ-111. По пробитиям, куда я получал. Ну, вот то, что я говорил. Жаль, приблизить не могу. Как видите, у меня два отверстия в переднем бронелисте. Там, где, в принципе, должна была быть неплохая приведенка. Но она не сработала по одной простой причине. Потому что я стоял полуромбом к соперникам, которые меня забрасали. Первым сюда попал, если я правильно помню, Е-100. Ну и сейчас мне сюда закинул... Как он там, господи, концептик. Поэтому рассчитывать на то, что вы будете часто танковать корпусом, я бы не рекомендовал. Я бы даже рекомендовал вам вообще не рассчитывать на то, что корпусом танковать у вас получится. Досматриваем бой. Возьмем сейчас танк. И заедем еще в один бой. И попытаемся отыграть как-то, может быть, более аккуратно, что ли. И так, друзья мои. Поражение. Но даже в этом проигрышном бою у меня получилось накидать более 2700 единиц урона. Сделать фраги. И в отношении моей результативности по команде я занимаю второе место. Я с удовольствием похвалю нашего крана. Он действительно очень круто себя показал. Не знаю, кто там ему дис поставил. Но я считаю, что этот дис абсолютно не заслужен. Да и многие другие игроки из нашей команды показали себя довольно неплохо. Просто у нас не получилось победить. И в данном бою сказать, что команда плохо отыграла я не могу. Просто бой так сложился. Ну а наши соперники, в частности, допустим, тоже 60 ТП. Действительно красавчик. 4 фрага. 3400 единиц урона. Ну как ему лайк не поставить? Даже несмотря на то, что это соперник. Уважайте соперников и таким образом вы уважаете себя как танкиста. Ну что, берем танк и поехали еще раз попробуем. Ну что, ребят, вторая катка. Сейчас посмотрю, кто куда поедет. Интересно, это тот кран, с которым я в предыдущем бою играл или нет? Жаль, его никнейм не запомнил. Занимаем выжидающие позиции. Кран занимает позицию, как я понимаю, за кустами. Я попытаюсь отыграть от неровности. Ну и будем пока, на данный момент, ожидать наших соперников. Если повезет, то соперники сюда приедут. Ну и мы, соответственно, сможем немножко понакидывать. По углу склонение орудия. Как видите, для того, чтобы можно было отыгрывать от рельефа, мне нет необходимости высовываться прям совсем высоко. Я уже, в принципе, выцеливаю горизонт. При минус 7 градусах угла склонения орудия вниз. Мне этого достаточно. Причем на таком расстоянии, в случае даже если вдруг сейчас засветится соперник, я по нему закину, он все равно не успеет нормально свестись по мне, а мне моих 15 километров в час, хотя и никудышних будет достаточно для того, чтобы откатиться назад. По башне получаю непробитие, потому что, как я говорил, в башне действительно броня есть. Но, давай. Да что ж такое? Мне что, открутили, что ли? Блин, получаю в бортину. Обидно, конечно, ПТ-ха объехала. Но сыграли ребята в этом отношении молодцы. Правильно сделали, что зашли с двух сторон. Здесь вопросов абсолютно никаких не имею. Попадаем по нижнему бронелисту. Опять-таки, отыгрывать сейчас на этой карте получается от башни. Это не может не радовать. Время перезарядки, опять-таки, приятное. Как я и говорил, с таким временем перезарядки и средним уроном претензий к орудию быть не может. Особенно, учитывая то, что орудие при этом является еще и точным. Наглею. Наглею, ребят. Но наглею во благо, потому что хочу накинуть урона вот этому вот товарищу. Сделать его шотным. Ну и, соответственно, вот теперь уже пора откатываться назад. И рассчитывать на то, что кран меня хоть как-то поддержит. Скорее всего, откатываюсь в ангарчик. Навряд ли. Навряд ли выдержу. Кран, давай, добирай его. Добирай. Времени мало. Времени практически нет. Кран, красавчик, молодец. Спасибо тебе большое. Но, к сожалению, здесь еще появилась Яга. На которую абсолютно никто не рассчитывал. В общем, машина для тех, у кого, в принципе, есть альтернативы среди десятых левелов. И брать его можно чисто себе в коллекцию. Чисто для того, чтобы периодически повыполнять какие-то БЗшечки, играя на китайских тяжелых танках. И, как я уже говорил, есть альтернатива, за которую платить голдой не придется. А сам ценник на данную машину я считаю существенно завышенным. Пишите свое мнение обязательно в комментариях. Тут явно будет победа. Я не буду дожидаться окончания боя для того, чтобы посмотреть результаты, которые мы получили. Ну, и в отношении альтернативы, давайте сразу обратим свое внимание на китайский танк, проходной, о котором я говорил, ВЗ-113. Победа, ребят. Давайте посмотрим на результаты. Ну, здесь худосочно, конечно, получилось по настрелу. 1220 единиц. Но, поскольку машина не пользуется популярностью, то знак классности третьей степени. Потому что планка на нем абсолютно не задрана. Ну, а в отношении моей результативности по команде, то я смело занимаю первое место в нашей команде по количеству нанесенного урона. Правда, с конца. Ну, вот так вот получилось. Не выдержали мы натиска на своем направлении вдвоем с краном. Я рассчитывал немножечко на другое. Честно говоря, вот эта вот приехавшая яга, она просто все испортила. Если бы ее там не было, я думаю, мы бы вполне спокойно затащили. В отношении ВЗ-113. Почему он мне заходит и почему я считаю, что это неплохая, я бы назвал, бесплатная альтернатива. Здесь есть классная приведенка по верхнему бронелисту. Точно так же хорошо забронированная башня. Ну, а в отношении орудия, если вы помните технические характеристики по ВЗ-111, то обратите внимание на ВЗ-113. По подвижности 45 вперед, 15 назад. То есть геймплей по динамике и маневренности тот же самый один в один. По орудию время сведения даже немножечко получше. ДПМ повыше, потому что время перезарядки 7,5 секунд. При этом пробитие 259, а у ВЗ-111 260, то есть разницы вы не прочувствуете. По кумулятивам 345. Тут, кстати, тоже кумулятивные снаряды являются голдовыми. По урону, да, согласен. 400 единиц вместо 440, которые есть у ВЗ-111. Но при этом, ребят, вы обратите внимание на ДПМ 3166. И это благодаря тому, что время перезарядки еще лучшее при лучшем, кстати, сведении. В отношении разброса тот же самый показатель. И этот ДПМ вы сможете реализовать гораздо бодрее, потому что вам нет необходимости настолько сильно переживать за броню своего корпуса. Потому что, как я говорил, броня в корпусе УВЗ-113 гораздо лучше, нежели УВЗ-111. В общем, покупать его или не покупать, определяйтесь самостоятельно. Это ваша голда и вам решать, куда ее тратить. Но я лично считаю, что предложение по завышенной цене. Это было абсолютно честное мнение по поводу данной машины и абсолютно честный обзор. Если вы за честность автора и честность на канале, подписывайтесь на оба моих канала и обязательно прожимайте колокольчик, чтобы ничего не пропускать. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok